Это программа неделя в студии Мария Давыдова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня будем говорить. Репетиция зимы. Регион накрыл снегопадом. Автомобилисты кинулись переобуваться, а прохожие любовались белым пейзажем. Расскажем, сколько аварий произошло и почему езда на летней резине в такую погоду может привести к штрафу. Спутник больше не работает. Вирус – это живой организм. Его задача – выживать, поэтому он приспосабливается. Новые штаммы ковида стали устойчивее перед вакцинами. Стоит ли беспокоиться и какую прививку сделать все же необходимо? Локальный конфликт, который грозится стать общемировым. Позиции сторон крайне противоположные. Нет такого консенсуса, где они могут договориться. Израиль и Палестина продолжают взаимные обстрелы. Может ли огонь войны перекинуться на другие страны? Кому это выгодно и как все эти события отразятся на нашей области? Рассуждаем вместе с политологом Андрей Амбарцумяном. Вот сейчас я наливаю воду из холодного крана. И она у нас чистенькая. Раньше была мутная и с неприятным запахом. В Медене открыли новую станцию водоочистки. Жители в восторге. Жители региона на этой неделе ощутили, что зима близко. Область накрыла снегопадом, как и прогнозировали синоптики. Соцсети запестрили фотографиями и видео белоснежной красоты. Дорожная техника приступила к ночным дежурствам. Особое внимание самым проблемным участкам. Например, Гагаринскому мосту, Секиотовскому кольцу, путепроводу на Московской и дороге от Аниных до Силикатного. Автовладельцам приходилось выходить на работу заранее, чтобы успеть счистить сугробы с автомобилей. Сильно взлетели цены на такси. А те, кто привык передвигаться на общественном транспорте, простояли на остановках дольше обычного. Троллейбусы, автобусы и маршрутки ехали предельно аккуратно. Поэтому интервал изменился. И как рассказывал городской глава Дмитрий Денисов, в Калуге убирали снег 56 машин. Работали круглосуточно. И 35 рабочих чистили остановки, пешеходные переходы и обрабатывали тротуары. Для автомобилистов снегопад в середине осени – это не повод для красивых селфи, а скорее головная боль. Переобуться успели не все. Людям приходилось выстраиваться в очередь на шиномонтаж. Кстати, за такую нерасторопность теперь можно получить штраф. Как заявили в Департаменте защиты прав потребителей, летняя резина для холодной дороги не предназначена. Она дубеет и вождение становится опасным. И тут можно возразить. Зима ведь формально длится 3 месяца. Декабрь, январь, февраль. Причем тут октябрь. А все дело в том, что опираться следует именно на погодные условия. Когда среднесуточная температура составит 4-5 градусов выше нуля, можно смело менять колеса. За езду в такую погоду, как сейчас, на летней резине, можно получить предупреждение или штраф 500 рублей. Кроме того, водителям не помешает проверить износ шин, залить незамерзайку и отбалансировать колеса. Заключили в Роскачестве. Но без аварии все-таки не обошлось. Причем пострадала сама коммунальная техника. Зрители прислали нам видео ДТП на улице Степана Разина. Там сломалась машина, груженная песком. Движение было затруднено. Всего же за первые сутки снегопада в Калуге аварий было больше, чем обычно. 67. Пострадал один человек. Мы еще раз напоминаем, что на авто нужно поставить зимнюю резину и быть очень осторожными на дороге. Не радует и статистика заболеваемости в регионе. У нас опять зафиксирован рост ОРВИ почти на 7,5%. Ковид тоже не дремлет. К тому же по результатам исследований стало понятно, что вакцины от короны малоэффективны при новых штаммах вируса. Даже самое результативное, спутник ВИ, уже не защищает от омикрона и последующих мутаций. Так как же все-таки обезопасить свой организм от вирусного вторжения? Может ученым пора создавать новую вакцину? Мы пообщались с заместителем главврача областной инфекционки Ольгой Козловой и узнали, какие здесь есть перспективы. А также, почему сейчас самое время привиться от другой опасной инфекции – гриппа. Все это смотрите в нашем интервью. Недавно в прессе появилась информация о том, что современные вакцины от ковида, в частности спутник ВИ, уже не так эффективны при последних мутациях самого ковида. Расскажите, так ли это и что в этой ситуации нужно сделать? Да, по информации ученых наших, вакцина уже сейчас не так эффективна, как была против первоначальных штаммов. Потому что вирус – это живой организм, его задача – выживать. Поэтому он приспосабливается и к нашему организму, и к вакцинным штаммам. И уже учится ускользать от этого иммунитета. Поэтому, да, именно омикрон и его подвиды, которые сейчас циркулируют у нас, в том числе и в мире, они, конечно, научились это хорошо делать. И вакцина теряет свою эффективность. Есть ли какие-то другие вакцины, которые сейчас разрабатываются? В связи с этой информацией, что вакцина «Спутник» именно единственная, самая эффективная вакцина Российской Федерации, вот уже не так эффективна, начаты клинические испытания вакцины «Спутник» с новым составом, так называемая бивалентная вакцина. Она содержит и первоначальный штамм коронавируса, и штамм омикрон. Да, и она уже разработана. И вот в ближайшее время мы надеемся, что закончатся успешно клинические испытания, а пока результаты очень хорошие, и вакцина уже будет выпущена и попадет к нам. А как вообще сейчас в регионе обстановка с ковидом? Сколько болеют? Как это можно выразить? Сейчас стабильно регистрируется несколько десятков заболевших в неделю. Дело в том, что ковид сейчас уже перешел в разряд ОРВИ. Он уже не так тяжело протекает, поэтому болеют людей сейчас много. Сейчас сезон ОРВИ, и ковида, наверное, скажем так, начался. Грипп еще не пришел. Поэтому болеют и ковидом, наверное. Но специфических симптомов особенных сейчас у него нет. Тоже повышение температуры, боль в горле, может быть, диарея. Вот эта особенность эриса, который все-таки, скорее всего, сейчас в России превалирует. Поэтому это ОРВИ. В итоге стоит ли прививаться? И если да, то чем? Прививаться сейчас стоит обязательно от гриппа и от пневмококковой инфекции. Не устаем об этом говорить, потому что грипп еще не пришел. Вакцина «Спутник» от коронавирусной инфекции сейчас в регионе уже закончилась. Поэтому ждем все-таки новую вакцину. А от гриппа пока сезон еще не начался. Он обычно приходит где-то в декабре, в январе. Так вот. Самое время сейчас привиться. И если вы не прививались ранее, то обязательно вместе с пневмококковой вакциной. Потому что это наиболее частая причина осложнений при вирусных инфекциях. Ну а что касается ПЦР-тестов, здесь такая же ситуация? То есть для них сейчас ковид тоже неуловим? Нет, конечно, уловим. Чувствительность ПЦР-тестов остается одинаковой против любых штаммов коронавируса. То есть это может быть сейчас нецелесообразно делать эти тесты? Целесообразно делать, потому что есть нюансы в лечении все-таки. Поэтому делать, конечно, целесообразно, но больше для пациентов, у которых развернутая клиническая картина, конечно. Ну и сейчас в регионе еще наблюдается всплеск обычной вирусной инфекции. С какими симптомами поступают и вообще поступают ли в больницы именно симптомами ОРВИ? В неделю сейчас госпитализируется порядка 30 человек. Это немного. Мы имеем сейчас обычный сезонный подъем заболеваемости. Симптомы обычные. Конечно, при любых ОРВИ, и крипе, и ковиде надо помнить, что люди пожилого возраста или с различными хроническими заболеваниями, они могут болеть тяжело и с осложнениями тяжелыми, в том числе с пневмониями. Поэтому за этой группой нужно особенное наблюдение. А клиника, она обычная, общая, такая же, как при любых ОРВИ. Эпидемический подъем сейчас, он обычный для этого времени года. Ситуация сейчас достаточно стабильная. Но вот на прошлой неделе все-таки некоторый рост опять отмечается. То есть волнообразная такая ситуация. То рост, то снижение отмечается. Сейчас все-таки превалирует превышение эпидемического порога среди взрослого населения. Среди детского населения заболеваемость не превышает эпидемический порог. Но вот в городе Калуге, например, опять начался рост среди школьников заболеваемости. Ну, то есть так ситуация и будет тянуться, пока все сейчас не переболеют. Ну, то есть в целом все равно все стабильно? Да, ситуация достаточно стабильная. Пороги превышены у некоторых групп населения. Ну, ситуация не выходит за рамки многолетних показателей. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Спасибо. Угрозу жизни и здоровью пережили на этой неделе жители многоэтажки в Обнинске. Загорелась одна из квартир. В этот момент там находились мужчина и двое детей. Пожар был настолько сильным, что они едва уцелели. Спасаться пришлось на балконе. Положение осложнялось тем, что к погорельцам было невозможно попасть. Квартира вся полыхала. Спасатели вызвали соседи. Сотрудники МЧС в дымозащитных масках эвакуировали перепуганных жильцов. 50 человек. 10 из них дети. В 19.53 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании квартиры по улице Звездная, 17, на седьмом этаже. Через 5 минут подразделения пожарной охраны прибыли в составе 60-й ПСЧ цистерна-лестница и 3-й ПСЧ цистерна. Осложняло тушение узкие дворы. Спецтехника АЛ-50 к месту пожара не доехала, так как узкие дворы и очень много машин. То есть автолестница не смогла подъехать? Все правильно. К счастью, спасателям удалось добраться до погорельцев. Их нашли на балконе в сознании. Но угарным газом все же надышались. Малышей выносили на руках, всех госпитализировали. Квартира была полностью охвачена огнем. Пути эвакуации были отрезаны. И мы приступили к тушению. Прорвались к пострадавшим. И спасли их из горящей квартиры. Квартира полностью выгорела. Причину возгорания еще предстоит установить. Отличники учебы, спорта и творчества. 38 талантливых подростков региона получили стипендии калужского землячества. В этом году она составила 14 тысяч рублей. Перед торжественной церемонией для детей организовали увлекательную экскурсию по съемочным площадкам военфильма в Медене. Чтобы этот день запомнился на долгие годы. Ольга Воронец познакомилась с лучшими представителями молодого поколения. Элина Богомолова активная и очень творческая. У девушки второй разряд по плаванию и звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. А еще она танцует и ходит в художественную школу. При этом Элина прекрасно учится. Девятый класс закончила с одной четверкой. Стипендию калужского землячества девушка планирует потратить на образование. Я думаю, я потрачу эти деньги на обучение, на какие-то нужды в спорте, в танцах, в художественной школе. Я хочу поступать на архитектора, поэтому я, наверное, больше буду вкладываться именно в художественное образование. На обучение потратил свою стипендию и Михаил Молотков. Он получил ее еще в 2005 году. Это стало для него путевкой в жизнь. Молодой человек смог получить художественное образование. Сейчас он работает социальным педагогом и обучает искусству мозаики. Когда я раньше получал стипендию, мне это помогло, естественно. Потому что это помогало продвигаться вперед, держать, мечтать. И совершенно что-то большее, сложнее. Потому что чем сложнее, тем интереснее. Стипендиатов поздравил губернатор Владислав Шапша. Ребятам он пожелал не останавливаться на достигнутом, а идти вперед к новым вершинам. Может быть, это первое такое крупное признание за успехи в учебе, за успехи в творчестве, в спорте, за победы на Олимпиадах. Пока еще не государственные, но уже очень важные. Я хочу вас с этим поздравить. Поздравить, потому что вы не сидели на месте, потрудились, потратили много сил, слушали своих родителей и воспитателей. Традиции стипендий Калужского землячества уже 26 лет. За это время денежные премии получили около тысячи детей. Калужское землячество каждый год в талантливых ребят награждает своими стипендиями. И последние годы мы стараемся соединить это с возможностью показать разные уголки нашей родной Калужской земли. И сегодня, благодаря гостеприимству Меденского района, мы посмотрели замечательную школу. Помимо торжественной церемонии, для школьников провели экскурсию по территории военфильма. Ребята увидели деревню, которую построили специально для картины «Подольские курсанты». Также им рассказали, как проходят съемки. Многие побывали здесь впервые и остались под впечатлением. Ольга Воронец, Виктор Степин, Валерий Белоусов, телекомпания НИКТВ, Меденский район. О том, как проходят съемки на военфильме, не понаслышке знает герой нашего следующего сюжета. Олег Комиссар известен многим как депутат Законодательного собрания региона. Но не все знают, что он знаток истории, соавтор многих фильмов Игоря Угольникова, поисковик. На днях музей НИКТВ лично привез важные исторические артефакты для пополнения экспозиции. Поисковой деятельностью Олег Комиссар занимается всю жизнь. И на законодательном уровне предлагает инициативы по сохранению исторической памяти. Интересуется не только архивами, но и самыми настоящими раскопками с лопатой в руках. Елизавета Беляева продолжит. Привез для музея артефакты. Это из Центрального архива Министерства обороны карта уникальная. Это фотоальбом Стрельбийского. А это уникальный артефакт, это его фуражка Ивана Семеновича Стрельбийского. Пойдемте в музей. Ильинские рубежи Олег Комиссар называет «жемчужиной региона». Здесь он впервые побывал в 2008 году и с тех пор начал исследовать ДОТы, заниматься архивными поисками, изучать документы в Подольском архиве Министерства обороны. Мне хотелось, чтобы эти материалы стали достоянием нашего музея. Они улучшали эту экспозицию, ее пополняли и были на общем обозрении. Я посчитал, что необходимо, конечно, наводить работу поисковых отрядов так, чтобы артефакты не уезжали с территории Ильинского рубежа, тем более с территории Каушской области, а оставались здесь, в нашем музее. Экспозиция уникальна. Расчищая окопы и поднимая бойцов, поисковые отряды собирают и сортируют артефакты. Например, в известном ДОТе Алешкины нашли боеприпасы, личные вещи, элементы стрелкового оружия. Люди находят ДОТы на территории бывшего рубежа обороны, маркируют их и заносят в реестр. Так было найдено 95 долговременных огневых точек. А благодаря Олегу Комиссару стали издавать карты с их фотографиями. Часть ДОТов уже являются объектами культурного наследия. Олегу Николаевичу мы благодарны уже на протяжении многих лет, потому что он был главным инициатором и создателем военно-исторического отряда «Ильинский патруль». А этот отряд сделал довольно много. Он, как посредник, что-то узнает интересное, передает в музей. Человек очень неравнодушный, всегда откликается. Уже более 10 лет у нас такая дружба. Мы за это ему, конечно, очень-очень благодарны. Очень благодарны Олегу Комиссару и создатели фильма «Подольские курсанты». Олег Николаевич был историческим консультантом. На съемочной площадке находился с утра до вечера. Для этого даже специально взял отпуск. В итоге кинокартина получилась достоверной. Правильно стояли опознавательные и тактические знаки. Оружие и форма соответствовали периоду. Работа шла большая. И мне кажется, благодаря этому в том числе фильм оказался очень точный, исторически прям выверенный. Там полностью правда вся. Вот даже если говорить по фильму, я посчитал там 20... Нет, не 20. Да, 28 героев, которые в фильме имеют реальные фамилии и реальные судьбы. А всего 74 героя, которые все это окружают. Также Олег Комиссар возглавил рабочую группу по созданию нового закона об увековечивании памяти защитников Отечества. В нее входили командиры поисковых отрядов и юристы законодательного собрания. В частности, мы сейчас занимаемся вопросом памятной даты как раз обороны Морославского укрепленного района, внесения ее как раз в закон Каужской области. Также рассматриваем вопрос добавления поселений в рубежи воинской доблести. Такая работа идет постоянно. И депутаты в ней очень активно участвуют. Сам депутат активно участвует в раскопках. С 2014 года возглавляет Ильинский патруль. Это молодежный отряд на базе производственного предприятия «Технология». Добровольцы ведут нумерацию дотов, занимаются их поиском, очисткой и постановкой на учет. Например, дот Лепехина облагораживают уже 6 лет. Когда мы скрываем эти окопы, есть шанс, что эти окопы остались на цифровом уровне. И вот здесь, сзади, за дотом, мы уже здесь копали, где сейчас мы немножко покопаем, мы-то нашли останки от Косова, курсант Косова, подруско-акторическое училище. Олег Комиссар привлекает и волонтеров. Это военнослужащие, студенты, школьники и даже целые семьи. Например, дети на субботнике просили красную краску, чтобы отметить внутри места попадания снарядов и пуль. Я много задумался, думаю, зачем мне вообще это надо, почему я этим занимаюсь. Я хорошо помню, что я всегда в детстве очень жаловался маме, что почему сейчас войны нет. Мама так удивлялась, как, ну хорошо же, потому что мама-то пережила войну. А я говорю, так я не могу свой героизм проявить. Я хочу, чтобы война была, мама. Вот, поэтому, конечно, для меня это очень важно. Это как моя лепта небольшая в сохранении истории нашей России, нашего героизма. Важно, чтобы дети это все переняли, это увидели, ощутили сами и передали своим детям. Тогда история будет продолжаться. Чтобы привить детям интерес к истории, Олег Комиссар проводит экскурсии. Одна из последних для подольских юнормейцев по Ильинским рубежам. Школьники почтили память подольских курсантов, а также приняли участие в митинге и субботнике. Елизавета Беляева, Леон Ким, Валерий Букарев, телекомпания НИКА-ТВ, Малоярославецкий район. Жители Медыни на этой неделе радовались не только пополнению музейной коллекции. В городе торжественно открыли станцию водоочистки. Теперь их две, благодаря проекту «Чистая вода». На строительство пошло около 30 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Сейчас систему тестируют. Результат до и после оценила Ольга Воронец. Вот сейчас я наливаю воду из холодного крана. И она у нас чистенькая, беленькая. Ее очень приятно пить. А раньше пить воду из-под крана было совсем неприятно. Приходилось ее покупать. Как говорит Любовь Воробьева, вода текла желтая, с легким ароматом болота. Ее не то что пить. В ней купаться порой было неприятно. Сейчас женщина с ужасом вспоминает, сколько времени уходила на очистку сантехники после водных процедур. Ванну приходилось чистить, не мыть, а вот именно чистить ежедневно. А представьте, у нас семья была шесть человек. Сейчас дети отдельно живут со своими детьми. Как помоемся, как наливают воду, так она и есть. Вот эта желтая, такая желтая. И причем, когда вот так смываешь, то получается, что еще и мысленистая какая-то была. Но сейчас, слава богу, сейчас все хорошо. Хорошо стало совсем недавно. Уже как месяц запустили в работу станции очистки. А ведь несколько десятилетий проблема с водой в Медыне стояла довольно остро. Уровень железа в ней был превышен в несколько раз. Показатель жесткости тоже был далек от нормы. Теперь воду без опаски можно пить прямо из-под крана. Этого удалось достичь, не прибегая к реагентам. Весь процесс очистки идет естественным путем. Мы построили станции, переложили часть сетей, восстановили водонапорную башню. Построили вот от этой станции канализационно-насосную станцию. Она подземная у нас. И напорную сеть примерно 400 метров канализации. Станции работают в автоматическом режиме. И в течение месяца мы в тестовом режиме испытывали эти станции. Станции работают в штатном режиме. За ними следят специалисты водоканала. Техника может ежесуточно очищать около тысячи кубометров воды. Первые оценили женщину. Вот я в этой связи действительно, еще раз подчеркиваю, благодарен водоканалу. Почему? Потому что все-таки на женские плечи ложится и подготовка пищи. Значит, стирки, уборки и так далее. Естественно, и сразу возникает вопрос воды. И я думаю, что первое недовольство, которое было, оно происходило из женщины. И эта сегодня проблема решена. Получается, что мужчины помогли нашим женщинам решить социальный вопрос. И вот это самое главное. Она действительно отвечает всем требованиям. Как сказали руководители водоканала, специалисты продолжат тестирование станций, чтобы окончательно наладить работу. Также планируют подключить еще одну скважину, чтобы у всех жителей Медыни чистая вода была в постоянном доступе. Ольга Воронец, Леон Ким, Валерий Букарев, телекомпания НИКО-ТВ, Медынский район. Впереди еще много интересного. И вот о чем расскажем во второй части программы. Локальный конфликт, который грозится стать общемировым. Позиции сторон крайне противоположные. Нет такого консенсуса, где они могут договориться. Израиль и Палестина продолжают взаимные обстрелы. Может ли огонь войны перекинуться на другие страны? Кому это выгодно? И как все эти события отразятся на нашей области, рассуждая вместе с политологом Андрей Амбарцумяном. Ударный момент. Юный бильярдист из Калуги стал бронзовым призером Всероссийского чемпионата. Мастер-класс от талантливого спортсмена. Это душевный вид спорта, который мне очень нравится, который я очень люблю. Я с ним совмещаю свою будущую жизнь и надеюсь, что что-то я достигну. Пушистые и мега обаятельные. Вот так. Вот так. Томатик и Алиса ищут семью. Трогательная история двух рыжих кошек в нашей специальной рубрике о животных. Вторую часть программы начнем с сюжета о калужском бойце Александре Сосини. Интересна его судьба. Молодой человек хотел стать тренером, а стал солдатом. Год назад пришла повестка, и он не раздумывая отправился защищать родину. Сейчас в очередном отпуске. Общается с родными и друзьями. Свою историю он рассказал нашему корреспонденту Марине Нерсисян. Александр Сосин догуливает последние деньки отпуска. Скоро поедет обратно в расположение своей части. Когда год назад пришла повестка, даже не сомневался, ехать или нет. Ведь на кону судьба родины и жизни родных. Меня поддерживает то, что меня родные ждут дома. Я их защищаю от всей этой нечисти, которая там собралась. Раз уж так получилось, что не добили, надо добить, чтобы они к нам потом не пришли. Мечта Александра Сосина – стать тренером по спортивному туризму. Родители спортсмены и сына заразили своей страстью. До начала СВО он успел получить первый взрослый разряд. Отучился в КГУ на кафедре физкультуры и спорта и отслужил в армии. Как позже выяснилось, хорошая спортивная форма на фронте очень кстати. Привычные к полевым условиям, потому что вид спорта такой у меня был, которым я занимался. И то, что физически подготовлен еще был на момент начала операции. Сейчас Александр служит в мотострелковом батальоне. Задача его группы – следовать за штурмовыми бригадами и закрепляться на отвоеванном участке. Бывают спокойные дни, рассказывает Александр. А иногда, что называется, жарко. Приходится отражать нападение за нападением. Поначалу страх есть, потом привыкаешь. Потом даже учишься определять, примерно в тебя летит снаряд или не в тебя. Надо прятаться или нет. Примерно на слух можно определить, на каком расстоянии он может упасть. Прятаться в принципе стоит в любом случае, потому что осколки от снарядов могут разлетаться на большое расстояние. Сейчас бойцу ничего не угрожает и последние дни отпуска он хочет провести со своими родными. А потом можно снова на фронт приближать победу. Марина Нерсисян, Артём Соснин, телекомпания НИКО-ТВ. За фронтовыми сводками в эти дни пристально следят и на Ближнем Востоке. Конфликт Израиля и Палестины не утихает. Напомню, всё началось 7 октября. В тот день палестинская группировка «Хамас» совершила беспрецедентную атаку на Израиль. Её жертвами стали не только военные, но и тысячи мирных жителей. В ответ Израиль начал активные боевые действия в секторе Газа, где находится подразделение «Хамас». И снова гибель гражданского населения, теперь уже в Палестине. Мировые лидеры проводят экстренные заседания и предлагают свои варианты выхода из ситуации. Россия также выразила свою точку зрения. Насколько велика вероятность того, что к боевым действиям в секторе Газа подключатся другие страны, и как эти события отразятся на России, в частности, нашей области, мы узнали у политолога Андрей Абарцумяна. Сейчас вся мировая общественность озабочена ситуацией, тяжелейшей ситуацией, которая сложилась в Израиле, которая сейчас потеснила все остальные локальные конфликты. И многие беспокоятся о том, что, возможно, эта ситуация развернётся дальше, и к этому конфликту присоединятся другие страны. Как вы считаете, есть ли шанс, что это превратится в какую-то одну глобальную большую войну? К сожалению, такие опасения имеют место. Сегодня мы на практике наблюдаем то, о чём президент Владимир Путин говорил ещё 2-3 года назад, а именно то, что происходит слом однополярная система мира, которая была построена в 90-е годы, и мы видим, что США не могут гарантировать больше мировую безопасность. Но, к огромному сожалению, и у руководства США, и у их союзников нет понимания того, что эта модель себя исчерпала, и что мировой политике нужны новые подходы, нужны какие-то новые видения, о которых Россия неоднократно говорила. Мы не были услышаны, и, как предсказывал наш президент, мы сегодня видим, что начинают разгораться региональные конфликты. Но главное подстоит в том, что этот региональный конфликт, если мы говорим об Израиле, он может вовлечь в себя все остальные страны. И угроза такого глобального мирового конфликта, к сожалению, весьма реальна. Ну а что касается самого арабо-израильского конфликта, ведь это уже длится многие десятилетия. Есть ли какие-то сейчас прогнозы? Как удастся урегулировать ситуацию? Ну, честно говоря, я пока, к сожалению, не вижу каких-то реальных шагов, каких-то реального плана для того, чтобы можно было ситуацию урегулировать и хотя бы вернуться в статус-кво, который был до 7 октября. Почему? Потому что позиции сторон крайне противоположные. Нет такого консенсуса, где они могут договориться. Понятно, да, действия арабской стороны, действия Хамаса нельзя оправдать с точки зрения убийства мирного населения. Но мы все видим, насколько неадекватный ответ следует со стороны Израиля. И опять же, мы здесь сталкиваемся с этой излюбленной политикой двойных стандартов. Но я, к сожалению, вижу тенденции того, что все-таки конфликт будет нарастать. Главная цель, понятно, американцев – это втянуть конфликт Ирана. И опять же, можно, если учитывать, что сегодня Иран и Россию связывают тесные отношения, это опять же каким-то последовательным способом нанести удары по России. Ну, а как сейчас позиция России официальная? Получается, что мы налаживаем тесные отношения с Ираном, то в то же время у нас очень крепкие дружественные связи с Израилем, потому что там очень высокий процент русскоязычного населения. Позиция России, мне кажется, достаточно четко была выражена с самого начала. Мы выступаем, во-первых, за то, чтобы конфликт был остановлен, призываем в стороны сесть за сто переговоров, опять же, учитывая наши тесные отношения с арабским миром и с Израилем, и найти какие-то точки соприкосновения. Это сложно, но это возможно делать. Главное – остановить бомбежки, остановить уничтожение мирного населения. – Калужская область тоже активно взаимодействует с Ираном в деловом отношении. Расскажите, может ли эта ситуация как-то на нас казаться, на, может быть, каких-то экономических связях? – Ну, естественно, если произойдут какие-то серьезные внешнеполитические действия, если по военным конфликту, конечно, это скажется о том, что на экономических связях. Но, опять же, я думаю, здесь все-таки многое будет зависеть от того, насколько будет выдержка в руководство того же Ирана, в руководство других стран, которые сегодня удается не поддаваться, на провокации, которые создаются. В любом случае, Калуж-Колыч как часть России, Россия свою позицию высказала, она строго придерживается этой позиции. Я думаю, наша позиция вот в этом конфликте, она достаточно логична. И самое главное, она предлагает конкретные какие-то механизмы пути выхода из этого конфликта военного. И все равно к ней рано или поздно придется прислушаться. Потому что конфликт не может быть бесконечным. У нас нет альтернативы. Или стороны стоят за стол переговоров, какой-то компромисс вырабатывают. Или мы движемся к такому серьезному глобальному конфликту, чего бы очень не хотелось. Теперь поговорим о спорте. Новый спорткомплекс в Боровском районе только успел открыться, а его уже заполонили спортсмены. Как профессионалы, так и любители. Сам ФОК построили в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В здании два бассейна, тренажерный зал и уличные площадки. Первым событием в новом спорткомплексе стал фестиваль «Акватория спорта». За ним наблюдала Марина Нерсисян. Делаем вдох, просто вздыхаем воду. 10 выдохов в воду. То есть просто вдох. И кузыри вздыхаем. Когда тренировку проводит заслуженный мастер спорта, все внимают не дыша. Юные пловцы четко выполняют задания Николая Скворцова. Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр, в каких только бассейнах не плавал. Но балабановская «Акватория» произвела на него впечатление. Я как спортсмен оцениваю всякие мелочи, на которые обычно, может быть, люди не обращают внимания. И лично вот мое мнение, мне этот бассейн нравится. И мне он нравится, наверное, больше всех бассейнов в Калужской области, потому что здесь современная водоподготовка, вода мягенькая, очень приятная. Здесь очень большое остекление. То есть бассейн светлый. И находиться здесь приятно. А почетные гости фестиваля тем временем осматривают спорткомплекс. Общая площадь почти 4000 квадратных метров. Помимо водной составляющей, здесь есть тренажерный зал и зал сухого плавания. Рядом с 25-метровым бассейном располагается лягушатник для начинающих пловцов. «Акватория» – детище федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Но начиналось все с программы наказов избирателей, напоминает спикер областного парламента Геннадий Новосельцев. Этот объект вообще иллюстрирует, как работает программа наказов. То есть выбором 2020 года группа энтузиастов, потенциальных депутатов, на тот момент кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» пошли собирать подписи. Сначала выбрали, какой объект жители хотят видеть. Остановились вот на бассейне. Из-за этого проголосовало огромное количество людей. Дальше мы включили программу наказов, дальше включили федеральную программу, дальше обеспечили софинансирование забластного бюджета, районного бюджета, городского. И вот теперь мы видим, что проект действительно реализовывается. Первый официальный старт в новом спорткомплексе – фестиваль «Акватория спорта». Его участники – жители Балабаново. Среди них нет профессиональных пловцов, но все они регулярно занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Сергею Филатову уже за 70. В прошлом он разрядник сразу в нескольких видах. И сейчас продолжает поддерживать форму. Но вот плавать было негде. А теперь бассейн рядом с домом. Красота. Я живу вот в доме напротив. Мне тут идти два шага. Попробовал. Теперь все понятно. Бассейн великолепный. Долго ждали, но ожидания оправдали результатом. На фестивале самое главное – участие. Поэтому медали финишеров получают все пловцы без исключения. Некоторые сразу после награждения снова прыгают в бассейн. Поплавать в свое удовольствие. Скоро такая возможность будет у всех жителей Балабаново. На днях стартуют сеансы массового плавания. Расписание уже готово. Марина Нерсисян, Александр Серов, Игорь Павлов. Телекомпания НИКО ТВ. Боровский район. Пловцы пока только начинают оттачивать навыки в новом бассейне. А Илья Илюхин, юный бильярдист из Калуги, уже достиг успеха. Парень завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях. Первенство проходило в Иркутске. В нем участвовало 145 молодых спортсменов. Мы решили проведать нашего героя в его родной спортшколе «Спартак». В итоге получился своеобразный мастер-класс. Секреты точного удара смотрите в нашем интервью. Иван, давай расскажем нашим зрителям, как вообще все вот это оборудование называется у вас, правильно? Самби-спорта называется «Бильяд». Мы играем на столах. Это кей. Он используется для ударов по шарам. Также для самих ударов используется наклейка. Она бывает более мягкая или более плотная, в зависимости от игры игрока. Это мел. Он у нас накладывается как бы на наклейку для лучшего зацепа. Мелить надо максимально мягко и спокойно. Так, хорошо. Давай с тобой попробуем начать игру. Расскажи, как правильно удар ставится. Вообще долго ты этому учился? И что здесь самое главное? Как руку поставить, как ки держать? Что здесь? Обычно этому тренируется всю свою жизнь, так как люди растут. И из-за этого меняется сама техника и стойка удара. У каждого она своя, но стандартный считается. Спокойный заход. Правая нога немного сзади и передняя плотная. Левая, немного вперед и согнутая. И максимально ложимся подбородком на кей. Ровно, чётко. Давай тоже попробуем. Локоть у нас должен быть прямой. И параллельно вот. Ровно так. Ну что, попробуешь первый удар сделать? Да, первый удар у нас разбой. Биток можно ставить в любую зону от точки вот. Не дальше вот этой линии. Так, хорошо. Также при постановке битка нельзя касаться его наклейкой. Это является штрафом. За штраф у нас принято снимать шары со стола на полку противнику. Первый удар, получается, самый сильный должен быть? Первый удар должен быть, да. Он разбивает парамиды и начинает игру. Иван, ну давай попробую сделать удар. Не знаю, что у меня получится. Ты корректируй. Правильно я делаю или нет сейчас? Рекомендую вам руку чуть поближе взять. Так. И нагнуться, как вы только сможете. Хорошо. И целиться, получается, по прямой, да? Целиться, так как вы, если согнулись правильно, у вас кей ровно на подбородком. Естественно, куда вам глаза подсказывают, туда надо целиться. Хорошо. Ну, я, естественно, не попала. Давай. Давай теперь ты. Дальше твой ход. Так. Шары останавливаются, после чего. Угу. Ход переходит к другому игроку. Угу. Попробую сыграть в свой К. Угу. Пока ты бьешь, я тебе хочу вот что спросить. Расскажи, как ты давно вообще... Вот видишь, что ты сразу попала, что называется профессионал. Как ты давно вообще этим увлекся и почему? Я увлекся в 5,5 лет. Это я даже помню, это было в мае. Мой дядя очень... По совместительству сейчас мой тренер. Он с детства очень любил бильярд. Жаль, у него не было очень больших возможностей тренироваться. И когда я пошел в бильярд, мне очень понравилось, в принципе, катать шары. После чего я решил стать бильярдистом и попробовать себя в этой сфере. У тебя сразу получилось? Ну, поначалу было, как мне говорили, очень хороший прогресс. Я очень быстро развивался. Тут все зависит от желания человека. Если у него есть желания и возможности, то, естественно, все получится. Ну, естественно, я начал заниматься потихоньку, так как это еще было в малом и юном возрасте. Это было очень активно. Постой каждый день. И на протяжении даже этого дня я стараюсь максимально много уделять времени бильярд. Сколько в день у тебя уходит? У меня тренировки каждый день. Все, естественно, также зависит и от учебы. Но стараемся в основном около 5-4 часов минимум заниматься. В день? Да. И так иногда это доходит. Может, мой рекорд, это было 11 часов безостановочной тренировки. Так, хорошо. Давай теперь я попробую ударить. Как ты считаешь, что бы ты мне посоветовала? Куда? В данной ситуации, наверное, лучше сыграть чужого в центр. Ну, давай, я попробую сейчас по твоим советам ударить, получится у меня или нет. Опять не получилось, но ничего страшного. Это все зависит от опыта и от тренировок. Расскажи, что самое главное в бильярде? Некоторые говорят, что здесь это чистая геометрия. То есть тех, у кого хорошо с таким аналитическим мышлением или пространственным мышлением, у них хорошо получается. Что ты думаешь? Ну, бесспорно, геометрия, конечно, влияет на игру в бильярд. Но в то же время это очень важно, как и психологический настрой на матч, психологическую устойчивость во время матча, так как может быть очень долгая и затяжная игра на несколько часов. И если человек уже откровенно устанет и не сможет держать себя в руках, он будет бить крайне сложные и непонятные шары и из-за этого их не забивать. Так, ну теперь тогда твой вход. То есть это игра и психологическая, и техническая. В ней очень много качеств, должны совмещаться. Так, давай. Попробую чужого в центр. Также с разных позиций можно разные мосты ставить, например, вот такой, такой, кому как удобно. Это правильно называется мост, вот это постановка руки, да? Это постановка руки, которая держит ки. Так. Расскажи, а как вообще по поводу рук? Кто-то играет правой рукой, кто-то левой. Здесь есть какие-то предпочтения? Предпочтений фактически сильных нет. Если человек левша, наверное, ему будет удобнее левой рукой играть. Тут также все зависит от человека. Может кому-то удобнее правой играть, кому-то левой. Мы, как профессиональные спортсмены, стараемся тренировать сразу две руки одновременно, и правую, и левую, чтобы играть и левой в нужных ситуациях хорошо, и правой. То есть профессионалы играют и так, и так. Профессионалы стараются играть и так, и так. Конечно, для каждого индивидуально кому-то может все же удобнее одной рукой играть, и он старается не тренировать. Тут все индивидуально. Давай сейчас раскроем секрет успешного удара. Что здесь важное? Все-таки это удар определенный вот кия, либо просчитать траекторию. Все-таки, что ты бы выделил по своему опыту? По своему опыту я бы выделил бы однозначно это техническая постановка удара. Все же понимание того, как поедут шары при кривой постановке техники, естественно, кий ходит просто в сторону в сторону. И даже шанс попасть в первый шар, которым вы бьете, очень мало. Постановка человека на траекторию, она также определяется опытом. Когда человек очень долго играет, естественно, опыт набирается, и он уже начинает видеть резку автоматически. И всегда все профессиональные, даже тренера говорят, всегда ошибка профессиональных игроков только не в правильном заходе на удар. Все остальное это в основном отпадает, так как уже опыт очень большой, и резку они видят просто уже от опыта, от дара. Давайте теперь поговорим о самом соревновании. Все-таки это бронза, и участников было, это всероссийский конкурс, поэтому 145 участников. Расскажи, наверняка ощущалась конкуренция, вот в чем твое преимущество, чувствовал ли ты силу своих соперников? Преимущество, наверное, я готов выделить своим опытом, так как у меня это уже четвертая бронза на первенстве России. Также у меня была одна еще бронза на первенстве России по пулу, это чуть другой вид спорта. Поэтому у меня очень большой опыт за плечами, уже восьмой год игры, и за счет этого более неопытных противников мне было намного легче выигрывать, чем, например, того же самого в полуфинале Оземышева Артема. Расскажи, а ты был там один из самых молодых участников по возрасту? В нашей категории юноши с 13 до 16, да, наверное, был один из самых молодых, но, возможно, был кто-то и моложе, точно выделить никого не могло. Так, хорошо, ну давай, теперь твой удар, мы все наблюдаем. Также надо милить, милить ки каждый удар, так как мел в основном сходят очень быстро. Это душевный вид спорта, который мне очень нравится, который я очень люблю. Я с ним совмещаю свою будущую жизнь и надеюсь, что что-то я достигну. То есть ты хочешь стать профессиональным спортсменом? Я хочу стать одним из лучших спортсменов, и на это уйдет немало времени, но будем надеяться. Кастинг длится несколько часов или же всю жизнь. Студенты ГИТИСа озадачились этим вопросом. Результатом размышлений стал музыкальный спектакль. Его показали калужскому зрителю. Уже третий год наш драматический театр представляет программу «ГИТИС в Калуге». Это дипломные и курсовые работы студентов. На спектакле «Кастинг» побывала Алина Камзарева. Программа «ГИТИС в Калуге» длится уже третий год. Директор драматического театра Александр Кривовичев дружит с театральным институтом более 20 лет. Он знает, что много дипломных и курсовых спектаклей, которые готовят студенты, не доходят до зрителя. Поэтому предложил студентам показывать спектакли на нашей сцене. Каждый мастер имеет свой курс. И вот эти курсы приезжают, они показывают совершенно разные спектакли и совершенно разные студенты. Ну, то есть будущие актеры. Это вообще здорово и интересно. И вот сейчас мы опять ведем переговоры. У нас традиция продолжается. Я думаю, в месяц раз мы будем обязательно ребят принимать здесь. В этот раз на калужскую сцену вышли студенты мастерской Лики Рула. Они привезли музыкальный спектакль «Кастинг». В нем студенты задумались над важным вопросом. Сколько длится кастинг для артиста? Несколько часов или вся жизнь – это и есть кастинг? Кастинг – это неотъемлемая часть жизни артиста. В мюзикле – это кастинг. В кино – это пробы, прослушивание. То есть, по сути дела, просто артисты мюзиклов проходят это чаще, потому что чаще всего актеры драматические поступают на службу в театр. И ждут своих ролей. А в нашем жанре каждый раз приходится проходить экзамен своего рода, потому что проекты набираются регулярно, и ты вынужден проходить кастинг без разницы от своих статусных заслуг, с вами. Несмотря на то, что ребята выступают с этим спектаклем уже не в первый раз, Лика Рула все равно переживает за своих подопечных. У них была непростая задача – за несколько часов надо успеть выставить свет, разметить сцену и повторить программу. Я волнуюсь ужасно, потому что все равно мюзикл предполагает под собой какую-то технологичную еще подоплеку. А когда приезжаешь за несколько часов, и надо все делать с нуля, то есть и свет меня не устраивает, потому что все равно одно дело то, что мы сделали на стационаре, другое дело – мы приехали в другую. Театр замечательный, я в свое время как-то даже здесь играла, когда была на гастролях, но все-таки он драматический театр. Но я по звуку слышу, дай богу, и все хорошо, не будет накладок, а вот световая картинка быстренько, на коленке, ну что успели, то успели. Вступительные экзамены в театральный институт – тоже кастинг. Алина Латыпова знает об этом не понаслышке. С детства, занимаясь танцами и вокалом, она точно знала, кем хочет стать. Однако поступить на музыкальный факультет оказалось не так просто. Был очень большой конкурс, я ездила туда-сюда, каталась из городного города сюда, жила на два города, постоянно нервы в эту мастерскую, в ту мастерскую, первый тур, второй, третий, потом три конкурса, нервно, но именно в этой мастерской почему-то я не волновалась. Но я не знаю, как это объяснить, просто с самого начала как-то, не знаю, поняла что ли, что это мое место. И как-то поспокойнее именно здесь было поступать, и здесь и получилось как раз. Даже выходя на сцену, артист проходит кастинг. Только в этот раз в жюри уже сидят зрители. Надо обязательно выложиться на все 100%, чтобы им понравиться. Получается, что кастинг для артиста действительно длится всю жизнь. Алина Камзарева, Артем Соснин, телекомпания НИКО-ТВ. Артистичные и очень обаятельные герои нашей рубрики «Живая среда». Сегодня это Томатик и Алиса, две пушистые рыжие кошки, которые покорили хозяйку частного приюта Ольгу Василенко. Мы уверены, что их очарование почувствуете и вы. В кошачьем царстве побывала моя коллега Ирина Журавлёва. Роман Толстого Анна Каринина начинается словами. Все счастливые семьи похожи одна на другую. Возможно, не совсем дословно. А каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Точно так же и с кошками. Все счастливые кошки, все истории похожи одна на другую. А что, дома любимые на диване, да? А все несчастливые кошки, у них у каждой своя история. И у неё тоже. То есть, каждая история по-своему дикая. История этого рыжика началась, как сказка про чебурашку. Того привезли в ящики из-под апельсинов, а кота поздно вечером в приют кошачьего царства привезли в коробке из-под помидоров из сухиничей. Поэтому стал томатиком. Он был местной знаменитостью. Жил на железнодорожной станции. В соцсетях было много постов о нём. Многие восхищались красотой кота. Но приютить никто не захотел. Вот так. Вот так. Откуда он взялся, где жил до этого, никто не знает. Кот ходил по мосту, над поездами, бродил по рельсам. До тех пор, пока его лапу не зажало в стрелку, как у белого бима. Сухинические ветеринары сделали всё, что смогли, перебинтовали и отправили в Калугу. Разбинтовали, посмотрели и пришли в абсолютный ужас, потому что лапа выглядела вот так. А, ну то есть это даже мы показать, наверное, не сможем, потому что это страшно. Да, это не стоит показывать, потому что не у всех психика готова такой ужас воспринять. Стрелка перебила ему заднюю левую конечность, и оттуда просто косточка, она в веер превратилась. Рана, соответственно, всё это было несвежее, и, конечно, было принято решение об ампутации конечности. Видите, у нас вот-вот, это всё, что осталось от задней лапки. Сейчас лапа практически зажила, а сам томатик не обращает внимания на свою инвалидность. Любит людей и не очень кошек, поэтому пристраивается в семью без них, единственным котом. Часто спрашивают, как кошки попадают в приют, откуда вы их берёте. От кого-то хозяева отказываются напрямую. У нас есть такие животные. Сделали дома ремонт, а вдруг поцарапает мебель. Чудовищно. Чудовищное предательство. Есть животные, ну вот, март, в которых умерли хозяева. Есть животные, которые попали в беду, как томатик. Много лет, очень много лет, по-моему, около 13 лет работаем с монастырями. С монастырем Оптина пустынь, которые, к сожалению, подкидывают огромными количествами. Монастырь не приют. У них нет условий. Они не обязаны заниматься кошками. Не менее драматична история ещё одного рыжика. Солнечная Алиса, которая попала в приют Кольги Василенко два года назад. Это породистая кошка. Сомали. Вкупленная когда-то за деньги. С ней случилась беда. Хозяева не предусмотрели, не подумали о безопасности кошки. Кошка выпала из окна седьмого этажа. Собрала сначала кондиционер, потом асфальт. Ну, то есть, она сначала разбилась в кондиционер висящий. А потом уже беспомощная и переломанная упала на асфальт. У неё были множественные открытые переломы. Хозяева от неё отказались. Извели новую кошку. Алиса привита и стерилизована. Сейчас о той истории напоминает лишь передняя лапа, которая не разгибает. Кошка тоже ищет семью. Особенности ухода для данных пациентов, что для томатика, что для Алисы, это любящая семья. Это, если квартира, и, соответственно, это даже первый этаж, это должны стоять антикошки, сетка должна стоять, не москитная. Если нет возможности поставить антикошку, купите в строительном магазине вот такую сетку, рабицу, и прикрутите вы её. Это выйдет дешевле. Не каждый владелец может себе заказать эти антикошки и поставить. Соответственно, любовь, правильное питание и профилактические мероприятия в виде вакцинации. Помогать кошкам Ольга Василенко начала очень давно. А до масштабов приюта помощь разрослась около 15 лет назад. Сейчас в кошачьем царстве около 60 животных, большинство из которых со сложной судьбой. Каждая кошка ищет своего человека. Ирина Журавлёва, Илья Алиханов, Владислав Бедлинский, телекомпания НИКО-ТВ. Если вы хотите забрать томатика или Алису, либо помочь приюту кошачьего царства, пишите его хозяйке Ольге Василенко на личную страницу в социальной сети ВКонтакте. Либо звоните по телефону. Он сейчас на ваших экранах. И ещё немного о братьях наших меньших. Удивительная история произошла в Калужском зоопарке. Собака по имени Грани стала приёмной мамой для новорождённого тигрёнка. Его родители – белый тигр, вагр и амурская тигрица Нэнси. Пара родила двух тигрят, но один не выжил, а от второго молодая мать отказалась. На помощь пришла собака. В ЭКО-парке рассказали, что тигрёнок развивается хорошо. Он лежит себе, сосёт. Вот так и живём потихонечку. Растём, вес набираем, глазки по чуть-чуть открываем. И на этом наш выпуск завершён. Это была программа «Неделя». Пусть следующая «Семидневка» принесёт только добрые вести. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова